В регионе протягивается активная заготовка даров лесу у насельництва. С этой метой единственная коля 160 приемных пунктов у их лику 25 перасовных. Так само организована работа развязных сезонных нарыхтовщиков. Все лета их 140. Закупают продукцию и сельские магазины. Продукция, которая закупается в населении, автоматически часть продукции реализуется в собственной торговой сети. Часть, если говорить о чернике, замораживается для последующей отгрузки на экспорт или другая какая-то продукция. Часть временно хранится на складах предприятий. Головная задача – строго выполнять умовые захования продукции. На складе центрального рынка у Гомеля специальное обсталевание позволяет подтримать оптимальный температурный режим – плюс 8-10 градусов. Однако перед тем, как продукция поступает от насельництва в гандлевую сетку и сховещи, и она проходит строгий контроль на якость. Кожную парту проверяют деталево. Уся процедура занимает до 10 хвилин. После шага дается дозвол на продаж. С превышением ЦЗ-137 у нас попадаются продукты, такие как грибы лесные, ягоды лесные. Мы не выпускаем такую продукцию на рынок. Значит, по заключению измерения и проверки на радионуклиды ЦЗ-137 нитраты и качество выдается талон на право продажи. Цена на продукцию залежит от попыту. Например, чарницы могут каштовать от 17 до 21 тысячи недоминованных рублев за килограмм. Усяго селета плануется нарыхтовать каля 650 тонн дикорослой продукции. Зараз задание выканано больше, чем на полову. Урожайность чарницы в этом сезоне высокая. Заготовлена 420 тонн. Это больше, чем лета на 22%. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, Телерадиокомпания, Гомель.